МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите городские новости. Челебенск в деталях. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. Вторая городская больница вновь приступила к работе. Горожан здесь начали принимать со вчерашнего дня. Сегодня осмотреть отремонтированное здание и побеседовать с пациентами приехали министр здравоохранения региона и глава Горздрава. Сейчас здесь ничего не напоминает о взрыве. Но в памяти врачей этот день останется на всю жизнь. Главный внештатный кардиолог города Анна Сприкут в момент ЧП находилась на рабочем месте. Хочется отметить, что потом уже все равно это прокручиваешь в голове, что не было никакой паники ни со стороны персонала. И что удивительно не было паники со стороны пациентов. То есть была какая-то такая вот сплоченность. И на самом деле в момент взрыва мы находились в здании. Это было очень страшно видеть вот это все. И потом уже прокручиваю, думаю, вот на самом деле, насколько это вот счастливая случайность, а может быть и не случайность, что никто не пострадал. Как и обещали, ремонт больницы завершился в срок. 26 ноября здесь появились первые пациенты. Я вообще-то часто здесь. А вчера просто такой случай. Меня скорая привезла с давлением огромным. В эту же минуту прием на покой сделали все анализы. Подняли на пятый этаж. Поселили в эту палату. Сделали капельницу. В общем, я очень благодарна, что у нас такой народ. Оценить качество ремонта и побеседовать с больными сегодня приехал министр здравоохранения региона и глава горздрава. Больница полностью готова для приема пациентов. Мы сейчас все вместе прошли, все увидели. Начиная с приемного покоя, дальше мы были в отделениях. Все готово, пациенты уже лежат. На сегодняшний день 18 пациентов. Больница будет работать по своему изначальному профилю. Здесь предусмотрено 90 коек, из них 55 для пациентов с кардиологическими проблемами. Хотелось бы сказать огромное спасибо Управлению здравоохранением города, Министерству здравоохранения, администрации города Челябинска и Алексею Леонидовичу за то, что нас поддержали в столь трудную минуту и финансово, и морально, и все помогали. Уже открыты кабинеты флюорографии, рентгеновский и лаборатория для приема анализов. Со следующей недели заработают поликлиника и стоматология. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1. Более 800 деревьев и кустарников вырубят в Челябинске для строительства новых детских садов. Образовательные учреждения появятся на улицах Горького и Гранитной. В тракторозаводском районе под снос пойдут 145 деревьев и кустарников. Впоследствии на Горького 25А высадят 30 крупномеров, 8-летние липы и ясени. Добавят 150 кустарников, сирень, спирию и чебушник. И почти 2000 квадратов газона. В Ленинском районе работы будут масштабнее 680 единиц поросли под снос, 6000 квадратных метров газона, 30 деревьев и 350 кустарников взамен старых. Новый детский сад появится на улице Гранитной, 4, недалеко от Плодушки. Птичку закрыли. Известное заведение общепита в центре Челябинска по решению суда приостановило свою работу на 30 дней. Решение связано с тем, что в заведении не выполнялись санэпидтребования, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. В отношении представителей ООО «Городская дача» составили административный протокол. Сегодня, 27 ноября, материалы дела рассмотрел Центральный районный суд и вынес решение о приостановлении деятельности объекта на 30 суток. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Ковидные ограничения в школах и детсадах Челябинска могут продлить еще на год. Проект постановления опубликовал Федеральный Роспотребнадзор. Сейчас в учебных заведениях и организациях доп. образования запрещены мероприятия с участием разных групп детей, введена термометрия, дезинфекция, а школьники должны заниматься в одном кабинете. Такой приказ был подписан 30 июня. Действует он до 1 января 2021 года. Ведомство планирует продлить ограничения до 2022. При этом Роспотребнадзор не затрагивает тему дистанционного обучения. Оно по-прежнему находится в ведении регионов. Трехдневное голосование теперь официально закреплено на Южном Урале. Такой закон приняли депутаты областного парламента. Причин для нововведения – две – расширение избирательных прав и возможное ухудшение эпид-обстановки. Изменения коснулись самой процедуры голосования. Теперь отдавать гражданский долг можно вне специальных помещений. Импровизированным избирательным участком станет любая территория, пригодная для организации процедуры. Напомню, ближайшие выборы ждут южноуральцев в 2021 году. Им предстоит определиться с депутатами Госдумы. Впрочем, в Заксобрании не исключают возврат к прежней системе голосованию в один день. Основные работы по реконструкции Ленинградского моста начнутся в мае 2021-го после демонтажа самого сооружения. Об этом заявили черябинские дорожники. До конца декабря на путепроводе пройдут подготовительные мероприятия, переустройство инженерных сетей и установка трех убуронабивных свай. Сейчас на проспекте Победы идет подготовка строительной площадки. Реконструкция Ленинградского моста обойдется бюджету в 1 миллиард рублей. Работать на путепроводе будет мостаотряд номер 16. Напомню, капитального ремонта здесь не было с 1963 года. Измерить свое благосостояние в Чебурашках смогут жители Челябинска. Банк России выпустил монеты с известными мультперсонажами. Серебряную номиналом в 3 рубля и 25 из недрагоценных металлов с двумя вариантами реверса. В оборот поступило более миллиона памятных монет. Серебряные имеют с двух сторон выступающий кант. На лицевой стороне номинал, герб, надписи Российской Федерации и Банк России. На оборотной цветное изображение крокодилогены и чебурашки на фоне вокзала. Оно выполнено в технике лазерного мотирования. Монета в 25 рублей имеет две вариации. С цветным изображением героев мультфильма и бесцветным. В Новый год без долгов и штрафов. До начала декабря жители Челябинской области, как и все россияне, обязаны уплатить налоги на движимое и недвижимое имущество. Налогоплательщиков ждут санкции начисления пени на сумму неуплаченного обязательства. Особенно досадно штрафы добавляются каждый день и в праздники, и в выходные. 1 декабря, последний день уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год. Кроме того, сейчас в сводные налоговые уведомления включаются и неуплаченные суммы подоходного налога физических лиц, которые в 2019 году люди получили и не оплатили налог подоходный. Сотрудники налоговой службы подготовили сводные налоговые уведомления, которые уже разосланы либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в традиционной бумажной форме через почту России. Если у человека зарегистрирован личный кабинет, то уведомления в бумажном виде он уже не получает. Кроме того, в случае неполучения в срок сводного налогового уведомления, гражданин может получить его в любой налоговой инспекции или в этом году в многофункциональном центре. На злостных неплательщиков налоговая передает материалы в суд. Задолжник не сможет выехать за границу, а недоимку будет взыскивать работодатель с зарплаты должника или судебные приставы, которые придут к нему на дом, описывать имущество. Подробную справочную информацию можно найти на сайте ведомства, а также позвонив по бесплатному телефону единого контактного центра. Юлия Алексеева, Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1. В связи с ухудшениями погодных условий Челябинская госавтоинспекция обратилась к автомобилистам и пешеходам с просьбой проявлять бдительность на дорогах. Полицейские напоминают, во время обильных осадков, а также в связи со значительным уменьшением светового дня, значительно возрастает риск ДТП. На заснеженной скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно возрастает. Поэтому скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части и видимости. Водителям необходимо заранее притормаживать, приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, а также увеличивать дистанцию. Также госавтоинспекция напоминает, что транспортное средство, оставленное на стоянку на проезжей части, создает помехи в движении снегоуборочной техники и препятствует своевременной очистке города от снега. Необходимо оставлять свое транспортное средство на стоянку в специально отведенных для этого местах. Полицейские рекомендуют челябинцам оснастить одежду световозвращающими элементами. Они позволяют водителям заранее увидеть пешехода. Чтобы предотвратить аварийность с участием большегрузов и габаритной спецтехники, с 20 декабря в городе Планово ограничат передвижение подобного транспорта в дневное время. Схему маршрутной сети Большого Челябинска разработали ученые из ЮРГУ. В ней прописана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и организации движения. А также создан социальный стандарт обслуживания. Это первый шаг транспортной реформы, которая свяжет Челябинск, Копейск и Сосновский район. В перспективе в агломерацию могут включить еще четыре района. Едкульский, Емоджелинский, Красноармейский и Коркинский. Схему для них также разработали заранее. Документ опубликован на сайте регионального министерства дорожного хозяйства. Южноуральцы могут оставлять по нему свои замечания до 2 декабря. Все предложения рассмотрят участники рабочей группы, представители транспортных компаний, научного сообщества, органов власти. В январе следующего года в Челябинск приедут новые трамваи. Ну а пока по городу передвигается около 170 вагонов. Где ночуют самый экологичный общественный транспорт, кто за ним ухаживает и почему он занесен в Книгу рекордов Гиннеса, узнал наш корреспондент. Ежедневно в первом трамвайном депо с самого утра кипит работа. Механики проверяют составы и готовят вагоны к приему пассажиров. К обычному перечню работ в связи с пандемией добавилась дезинфекция. Мы проводим технический осмотр подвижного состава, ремонт кузовного оборудования, механического оборудования, электрооборудования. Естественно, моем подвижной состав, производим дезинфекцию. На линию выходит только исправный подвижной состав. По городу вагон ездит около 15 лет. Затем комиссия решает, отправлять его на пенсию или оставлять на линии. Работники ДПУ уверены, забота и внимательность к трамвае может продлить срок эксплуатации. И хотя сегодня актуальность рельсовых составов падает, они продолжают опережать остальные виды транспорта по многим показателям. Это транспорт с нулевым выхлопом, основное его достоинство. И по всем статистическим данным себестоимость перевозки одного пассажира в трамвае, она самая низкая. Везде, как в России, так и за рубежом. На протяжении почти 90 лет челябинские трамваи ежедневно обслуживают до 100 тысяч человек. Модель 7165 составляет основу парка в столице Южного Урала и входит в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в мире. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Льготную ипотеку под 6,5% годовых расширят. Челябинцы смогут взять ее не только для жилья в новостройке, но и на частные дома. Пилотную программу запускает дом.рф, но воспользоваться ей смогут только молодые заемщики. Так, один из членов семьи не должен быть старше 36 лет. Наличие несовершеннолетних детей – второе обязательное условие. Льготная ставка будет действовать в весь срок кредита. Максимальная сумма займа, как и в случае с квартирами, до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 в обеих столицах. Первоначальный взнос – 20%, срок кредитования – до 20 лет. Займ можно оформить на строящийся дом или на покупку готового у застройщика. Если будущие новоселы хотят возвести коттедж сами, им нужно предоставить договор с подрядчиком. Программа стартует уже в декабре и будет действовать до июля 2021 года. Впоследствии ее могут расширить на все категории покупателей. Впереди всего один рекламный ролик. Не переключайтесь. Впереди всего один рекламный ролик. Что изменилось за 10 лет? Региональное министерство связи посчитало, сколько современных технологических решений реализовали в Челябинске в этот период. Учли также количество тех, которые еще только ждут воплощения вплоть до 2030 года. С 2010 года в Челябинске значительно возросли технологические возможности. Современные решения позволили не только упростить ряд социально значимых процедур, но и повысили качество жизни южноуральцев. Благодаря развитию цифровых технологий в период пандемии жители могут учиться, работать и посещать мероприятия онлайн. Планка для следующего десятилетия еще выше вектор развития IT-технологий указал первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Маймен. В будущем планируется обеспечить интернетом 97% домохозяйств и наладить работу порталов для дистанционного решения вопросов. Примером успешной работы веб-ресурса Виктор Маймен назвал сайт «Активный житель 74». Благодаря ему челябинцы могут принимать участие в городском управлении, выбирать территории и планы для благоустройства общественных пространств. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой прямо сейчас. Игнатьевская пещера на Южном Урале может получить новый статус – объект всемирного культурного и природного наследия. Такой вопрос сейчас прорабатывает Министерство культуры России. Пещера расположена в Катафывановском районе и с годами пришла в аварийное состояние. Ежедневно ее посещали до тысячи туристов. Около наскальной живописи возрастом в 8 тысяч лет они оставляли свои автографы. А перед каменным ликом Богородицы складывали цветы и зажигали свечи. Все это нарушило микроклимат, появился грибок. Два года назад Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов. Статус объекта всемирного культурного и природного наследия поможет сохранить памятник. Почти на 250% вырос в Челябинске спрос на курьеров. Такие данные по сравнению с весной 2020-го приводят аналитики Авито-работы. По данным портала, в среднем курьер получает 44 тысячи рублей за месяц работы. Причем в рост пошли не только вакансии, но и отклики на них. Искать работу ногами челябинцы стали на 94% чаще, чем год назад. Впрочем, спрос на курьеров сегодня превышает предложения. Аналитики связывают это с сезонным спадом. На вакансии чаще всего претендуют студенты, а зимой они заняты учебой. Всероссийский правовой диктант предлагают написать челябинцам. Пройдет он на сайте yurdiktant.rf с 3 по 10 декабря в режиме онлайн. На 40 вопросов теста выделено 60 минут. Основные темы – Конституция России, административная ответственность, трудовые, гражданские и семейные права. Из нового – вопросы по нюрнбергскому процессу. Подключиться к проекту может любой житель города старше 14 лет. Каждый участник получит сертификаты прохождения теста с персональным результатом, а также доступ к материалам по допущенным ошибкам. Конкурс, в котором нет равных продавцам гирлянды и мишуры, объявлен в Челябинске. Предприятия города будут бороться за лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов и прилегающей территории. Традиционное состязание стартует 1 декабря и продлится до 10 января. Стать участниками могут компании сферы торговли, общепита, услуг, ЖКХ, а также муниципальные предприятия и учреждения. Для жюри важны безопасность, эстетичность, оригинальность и тематическая направленность новогоднего декора. Презентационные материалы нужно направлять на почту благо.собака.челадмин.ру с пометкой «Конкурс». Победителя получат дипломы главы города. В Челябинском театре оперы и балета открылся международный фестиваль «Кармен». Стартовал он с постановки «Пиковая дама», получивший гран-при областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2005». С начала мероприятия челябинцев поздравили директор оперного Владимир Досаев и супруга главы региона Ирина Текслер. Вы знаете, фестиваль «Кармен» в Челябинской области проводится уже в четвертый раз. И он с каждым годом становится более престижным, более узнаваемым. И я очень рада, что эта традиция продолжается, несмотря на сложности организационные, которые связаны с пандемией коронавируса. И, конечно, фестиваль «Кармен», который проходит у нас на Южном Урале, является одним из самых ярких и значимых событий в культурном календаре нашей жизни, нашего Южного Урала. Целый месяц в рамках фестиваля южноуральский зритель сможет наслаждаться яркими постановками с участием звезд российской сцены, солистами Большого театра и заслуженными артистами страны. В довольно обширной программе опера Евгения Онегин, концерт симфонической музыки, легендарный балет Петра Чайковского, «Спящая красавица» и многое другое. Что скрывает обложка книги и какие смысли прячутся между строк? Челябинские любители литературы собираются в клубе, чтобы обменяться мнением о прочитанных произведениях классики и современности. Одна и та же книга может вызвать множество мыслей в сознании читателей. Обменяться ими, найти единомышленников и посмотреть на произведения другими глазами можно на литературных вечерах. Мне всегда нравилось читать. Я читаю с четырех лет. И меня всегда это так увлекало, но обсуждать было не с кем. И книги такие встречались, что эти книги как-то потом побуждали как-то свою жизнь менять. Поэтому это было важно именно обсуждать. И я предложила один раз так вот собраться, и мы стали собираться. Традиция выросла в клуб по интересам. В этом году читалка вошла в десятку крупнейших литературных объединений России по версии журнала Bookmade. Среди участников есть те, кто настолько давно посещает встречи, что вдохновился вести собственный блог. Благодаря тому, что здесь предлагаются интересные книги и обсуждаются, и ты больше понимаешь какую-то глубину, берешь самую из этих книг. Благодаря читалке мои отзывы, конечно, стали наполнены вот этой глубиной. Блог наполнился интересными книгами. Готовясь к следующему собранию, книга Любы читает произведения намного внимательней, выискивая для себя особенно глубокие мысли автора. Фразы, которые мне очень близки, которые помогают переосмыслить что-то в жизни. Я их подчеркиваю каждый раз, и при обсуждении мы либо зачитываем их, либо на память что-то проговариваем. В школу объясняет, почему она не хочет ходить, потому что это ее воспоминания прежде всего, а не то, что она совершенно не хочет в школу. И вот эта последняя фраза, забота о других помогает удержаться на плаву и не утонуть в собственном горе. Насколько ее это спасло после потери родителей. Я, кстати, этот момент читала, как раз мне делали маникюр, и у меня слезы лились, и я думаю, надо пока перестать читать. Интерес участников удается удержать в том числе разнообразием форматов. Кроме интеллектуальных разговоров, в клубе проводятся мастер-классы, игры и презентации литературных новинок. Наталья Шмухаметова, Владимир Котегов, Урал-1. Памятник Николаю Патоличеву появится в Челябинске. Бронзовый бюст создателя Уральского танкового корпуса установят на бульваре Славы. Челябинская история Патоличева началась в январе 1942-го, когда он занял должность первого секретаря обкома. В короткий срок ему предстояло создать на Южном Урале сильную оборонно-промышленную базу из девяти эвакуированных наркоматов и трехсот с лишним предприятий. При этом Патоличев отстоял перед Сталином городской бор, который планировали вырубить для одного из заводов. Известен первый секретарь обкома и как один из организаторов создания Уральского добровольческого танкового корпуса. После войны Патоличев был министром внешней торговли СССР, награжден 11-ю орденами Ленина. В 1978 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Челябинска». Слияние планет-гигантов смогут наблюдать южноуральцы. 21 декабря после захода солнца на небе чуть выше горизонта появится двойная планета. Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии со времен Средневековья. Астрофизики называют сближение небесных тел малым парадом планет. Юпитер догонит Сатурн до расстояния всего в один градус. Кроме самих планет, астрономы-любители смогут рассмотреть их спутники. В последний раз такое явление наблюдали еще в средние века – в 1226 году. Следующее сближение произойдет в марте 2080, а затем только в 2400 году. Лучше всего небесное явление будет видно жителям экватора, но и южноуральцы смогут рассмотреть его невооруженным глазом. Сатурн и Юпитер появятся примерно через час после заката. Мама – это первое слово в каждой судьбе – забота, ласка и любовь. 29 ноября отмечается Всероссийский день матери. Поздравить любимых женщин и выразить им свою благодарность можно с помощью яркого букета. Расскажем, где приобрести идеальную цветочную композицию. 20 лет красивого и ароматного бизнеса. Сеть салонов цветов и флористики «Цветопторг» насчитывает 16 уютных магазинов по всему городу. Самый первый цветочный киоск появился в 2000 году на главной пешеходной улице Челябинска. Было подписано постановление главы города. И здесь, на нашей гостеприимной Кировке, открылся первый такой цветочный салон. Кто-то приходит не только покупать, пообщаться, поговорить, где-то поделиться своими секретами, как ухаживают за растениями, но больше всего наших покупателей, конечно, сюда приходят за цветами. Клиенты возвращаются за долгоживущими букетами каждый праздник. Особенные цветы доставили в салон специально ко Дню матери. Флористы могут собрать композицию любого размера, состава и сложности. Эти пены прилетели к нам из Чили. Специально их вы видите, они такие, еще даже не распустились, чтобы они дома радовали в течение минимум 2-3 недели. Матиола, какой красивый запах. 22 оттенка розы. Это и кустовая, и одноголовая. Проконсультироваться со специалистом и подобрать дизайн букета можно лично в уютном салоне на Кирово 161Б. Доставка осуществляется круглосуточно по всему городу. Наталья Шмахаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Большой рождественский пост начинается завтра у православных южноуральцев. Продлится он 40 дней до 6 января. В это время следует воздержаться от зла, гнева и животной пищи. Хотя сам пост не строгий, во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается есть рыбу. В православном календаре 27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа. И не самое лучшее время для походов в лес. По поверьям, в этот день волки становились агрессивными и подходили близко к домам. Также этот день называют куделицы. Женщины готовили кудель, материал для придения. К этому дню доигрывали последние свадьбы в году. Вы смотрели городские новости Челябинск в деталях. Я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1. Одежда ведущих предоставлена салоном Манго Мэн.